Выпускница начальной школы Ирина Бутарина интересуется историей Алтайского края и археологическими раскопками. Со сверстниками она приехала в музей из поселка Сибирский. Попав в игровую комнату, ребятня сразу разделилась на два лагеря. Мальчишки пошли крутить шарнир и девчонки рисовать на песке. Там много увлекательного. Можно порисовать песком, посмотреть какие-то исторические, например, факты. Я рисовала девочку и просто так узоры. Игровая комната в Краевеческом музее, первая в Алтайском крае. Из краевого бюджета выделили 85 тысяч рублей. Пока посещение для детей бесплатное. Главная задача комнаты, по мнению сотрудников музея, сделать посещение интересным и познавательным. Дети здесь могут узнать в легкой игровой форме, как рисовать песком или когда на Алтае появился первый ткацкий станок. Ну а это ткацкий станок. С помощью таких станков больше ста лет назад наши прабабушки, прапрадедушки ткали полотно, а уже из полотна изготавливали себе одежду. Для детей проводятся развивающие мастер-классы. Главный секрет занятий – экспонаты можно потрогать. Рассчитан на комнаты и на детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого игровое пространство оснастили тактильными панелями и методическими пособиями. Первыми, кому удалось посетить эту комнату, стали дети из Алтайской общеобразовательной школы номер два для детей с нарушениями зрения. Они с удовольствием испытали стол для песка, различное тактильное оборудование. Вера Петровна, детский психолог со стажем, включила посещение музея в обязательную программу воспитания детей. Считает, что если не получается вызвать интерес к учебе традиционными методами, необходимо попробовать сделать это в игровой форме. На лето мы приглашаем детей на филологический лагерь, детей начальных классов. Тех деток, которые почему-то не заинтересованы в русском языке и литературе, не любят читать, не любят писать. Поэтому в этом лагере мы с ними проводим игровые уроки. Кстати, платить за посещение игровой комнаты не придется. Чтобы поиграть в музей, нужно лишь записаться по телефону. Комната работает в том же режиме, что и само учреждение культуры. Валентина Аскирова, Антон Васильев, Александр Антропов. День с толком.